МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Иванович, расскажите о вашем коллективе. Сколько лет уже существует? Какие инструменты там можно услышать? Коллектив уже существует 18 лет. Коллектив состоит из двух групп. Инструментальная группа и вокальная группа. Инструментальная группа балалайка, домра, баян, бас и ударный. И вокальная группа у нас, две солистки, девочки и мужчина. Художественный руководитель Владимир Плохин. Расскажите, пожалуйста, о своем инструменте. Балалайка, казалось бы, всего три струны, но ведь огромное количество композиций можно не исполнить. Ну да, балалайка вроде такой простой инструмент, но не все так просто. Вообще слово балалайка произошло от глаголов балакать, разговаривать. Родоначальником современной балалайки является Василий Васильевич Андреев. Это в 1883-м он организовал кружок любителей игры на балалайке. Потом этот кружок уже организовался в оркестр. Это является первым русским народным оркестром. Балалайка имеет два основных строя. Классический и народный. Классический это ля-ми-ми. Это так уже устоялось, классический строй. А народный строй немножко другой. И там другая техника игры, там мажорного перезвучия в основе лежит. Давайте я просто вот покажу, допустим, да, вот. Это классический строй. Сейчас попробуем изобразить народный. Вот народный строй. Есть разница? Да, большая. А вам самим в каком стиле приятнее играть, интереснее? Нет, конечно, классический. В народном строе по нотам обычно не играют. В основном все идет на классическом строе. Мы работаем в двух коллективах даже. Мы работаем еще в оркестре народных инструментов. То есть под управлением Александровича Лаврухина. Там мы играем в классические обработки, джазовые, эстрадные, с различными исполнителями, известными, с исполнителями даже из других регионов, из Москвы, из Большого театра к нам приезжали, у Калиста тоже. А в своем направлении, в своем коллективе мы занимаемся, скажем, у нас такой тоже свой творческий подход. И мы стараемся сочинять и придумывать сами. В частности, вот Михаил у нас занимается аранжировкой. Еще у нас есть там Сергей Завертяев. Он тоже занимается аранжировками. Вот в паре у нас такой есть дуэт творческий в коллективе, который занимается непосредственно аранжировками. То есть они у нас сочиняют, мы что-то подумаем, мы добавляем, придумываем. И в целом у нас получается какая-то новая, совершенно интересная вещь. Она может быть ретро вещью, может быть даже современной. Ну, конечно, мы современные вещи, то, может быть, на каких-то праздниках используем, а вот так мы стараемся придерживаться каких-то русских песен, авторских. Мы их усложняем, делаем джазами, делаем эстрадными, делаем классическими, абсолютно полностью классическими. То есть хорошее произведение в добрых, старых, классических традициях. Также мы работаем в есенинском направлении. Коллектив «Моризанский», «Есенин» – наш флаг. У нас целая программа из есенинских песен. То есть это стихи, переложенные на музыку, правильно? Ну, это самые популярные песни, там «Не жалею, не зову, не плачу», «Под окошком месяц». Естественно, современных композиторов песни. Песни нашего руководителя Бурхина у нас очень много. Но на слова Есенина. Я иду долиной, на затылке кепи, В лайковой перчатке смуглая рука. Далеко сияют розовые степи, Широко синеет тихая река. Я беспечный парень, ничего не надо, Только б слушать песни, сердцем подпевать. Только бы струилась легкая прохлада, Только б не сгибалась молодая стать. Только бы струилась легкая прохлада, Только бы не сгибалась молодая стать. Павел, расскажите, пожалуйста, про домру. Что это за музыкальный инструмент? Внешне они достаточно похожи выглядят. Ну, а домра и балалайка – это два родственных инструмента. Ну, домра имеет только немножко полукруглый корпус, В отличие от балалайки. Звукоизвлечение на домре происходит за счет медиатора. У балалайки звукоизвлечение за счет руки пальцев, А у нас за счет медиатора. Ну, естественно, специфика звучания достаточно отличается. То есть, домра звучит повыше, по-моему, да, выше? Да, да. У домра строй повыше, вот, скажем так, вот. Тоже техничный инструмент. В оркестре занимает роль первые скрипки. Домра малая. Балалайка тоже является солирующим инструментом. Поэтому это, можно сказать, брат и сестры, даже две сестры. Я бы сказал, две сестры балалайка, домра две сестры. Основа, даже, скажем, одна из таких основ – оркестра. Оркестра в ансамбле, инструменты. Они в основном идут рядом, как используются в ансамблях и в оркестрах. Достаточно вот это… Взаимодополняемые инструменты два. То есть, они как бы два такой, ну, сказать, образуют такой дуэт. Домра – это тоже русский народный инструмент? Или это к нам откуда-то пришло? Здесь насчет домра очень много спорных точек зрения. До конца на 100% гарантии, то есть, на 100% нет достоверной информации, что домра – русский инструмент. Нет, она также была… Она упоминалась и в Польше, и в Белоруссии, и у татар. Есть точка зрения, что она у татар и много очень различных версий. Но вообще, вот как уже Миша сказал, Василий Андреев, который является начальником нашего оркестра, первого оркестра, действительно, он, как бы сказать, внес усовершенствование и в тот инструмент, и в дом, и в балалайку. То есть, два инструмента, они, как бы сказать, ожили и дошли. Сейчас мы их видим в таком виде, в современном. А в XIX веке практически о них никто ничего и не знал. Расскажите, сложно ли научиться играть на таких инструментах? Инструменты очень сложные. И домра, и балалайка. То есть, это постоянно занятия, тренировки, какая-то концертная деятельность. Как бы, две недели не позанимался, все, начиная все сначала. Вот. Так что, трудиться, 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 учиться и играть. Редактор субтитров А.Семкин Сколько лет нужно, чтобы освоить такой инструмент? Чтобы хорошо играть на домре. Музыкальная школа, пять лет. Да, училище, институт. То есть это, по сути, целую жизнь нужно посвятить народному инструменту. Да, чтобы подготовить хорошего специалиста. Держи век учить. Нужно заниматься очень долго. Нужно постоянно играть просто. А есть ли самоучки в вашем деле? Есть, да, мы встречали такие в любви, самоучки. И были у нас такие люди. В основном, все-таки это балалайка. На домре, самоучек практически нет. В каком возрасте можно начать играть на народных инструментах? Это обязательно с пеленок нужно ребенка отдавать? Нет, зачем же с пеленок? Можно и взрослым научить. Учатся. В любом возрасте можно начинать учиться играть. Если ты, конечно, бываешь на деревнях, играют еще на частушки. Есть такие люди. Есть. Они достаточно популярны. На завалинке есть такие люди. На ней до сих пор существуют. И частушки играют, и дед сидит, и заиграл. Не обязательно где-то. Уже молодежь интересная этим. Он начинает увлекаться. Но то, что направление даже в современных ансамблях, коллективах, рок-музыки уже ребят пробуют. Это и жилейки, и флейты, и балалайки. Все это совмещается. То есть можно сказать, что народные инструменты сейчас такой тренд, который проникает в другие... Они озвучиваются и могут использоваться в любом коллективе. Даже в роковом направлении. То есть молодежь уже. Ну вот, допустим, немецкая группа Scorpions. У них даже в песне есть слова про балалайку. То есть не только русский, но уже и иностранцы знают, что такое балалайка. Даже в Париже есть оркестр русских народных инструментов. Миша у нас написал обработку на... Как-то на... Папури на ансамбль Абба. Шведский, да? Да. Шведский ансамбль Абба. Он у нас написал Папури. Расписали ребята вокалистам по партиям. У нас есть свои партии. То есть все переложенные инструменты. То есть народные. Но в каждом деле есть какой-то порог. Когда это вот любитель, а когда ты делаешь определенные вещи, ты уже профессионал. И вот когда ты суперпрофессионал, это вот так должно звучать. Как и должен звучать народный инструмент. Вы знаете, наверное... Как вам сказать? Сам себе так человек не может сказать. Достаточно, наверное, прийти на наши концерты какие-то и сделать вывод. Вот я считаю, что если работаешь в профессиональном коллективе, видишь перед собой известных исполнителей, ездишь на какие-то концерты, поучаствуешь в каких-то фестивалях, ты подошли, люди сказали, после концерта огромное вам спасибо за ваше творчество. Наверное, это и есть оценка вашей работы. Только в этом она заключается. Потому что мы артисты очень... Народ жесткий, циничный даже в какой-то степени. Друг к другу мы относимся порой с такой критикой. Ревностно. Ревностно, да. Но, вы знаете, я думаю, что самую главную оценку дают все-таки люди и зрители. Вот если, вот видишь, у зрителей глаза зажглись яркие, аплодисменты. Ты оркестр, ты ансамбль. Вот тогда, да, тогда ты профессионал. Если этого не происходит, значит, надо еще поработать. Расскажите, какая самая популярная, может быть, композиция, которую знают все буквально? Ну, например, Камаринская. Руссконародная пляска. Руссконародная пляска. Здорово, спасибо вам большое. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас были руководитель и солист ансамбля «Русский квас». До скорых встреч! Руссконародная пляска. Продолжение следует...